Как хочется Для многих поклонников творчества Анатолия Першина Эта авторская песня стала своеобразным гимном духовной жизни В конце прошлого года открыли ее для себя и мы В Озерном с концертом духовной музыки отец Анатолий побывал впервые Хотя творческий путь музыканта начался именно здесь, на сцене Дворца культуры Он с детства сочинял стихи и песни и мечтал о карьере рок-музыканта Я написал свою первую песню в бане, выползал здесь Она так и называлась «Музыка» Она, можно сказать, и определила мою дальнейшую судьбу Там такие слова «Только музыкой живу, только ей дарю цветы души моей Сон волшебный наяву и покой мне дарит щедрой рукой музыка» После школы он закончил Тверское музыкальное училище по классу гитары В середине 80-х приехал в Петербург Создал музыкальный ансамбль и вступил в Ленинградский рок-клуб Где была возможность со сцены прямо говорить о том, что на душе Вместе с Шевчаком, Кинчевым и другими известными рок-музыкантами он покорял музыкальный Олимп Стремительно двигался по лестнице успеха, но случилась беда Он оказался в реанимации в состоянии комы В итоге, пройдя разные мытарства в Петербурге, кровь, пот и слезы, тяжкие испытания, я в итоге стал священником Хотя никогда не планировал быть, никогда не думал, какой-то мальчик выполз и станет священником Вот так отец Анатолий посвятил свою жизнь служению Богу и людям Бунтарский дух сменила сила веры Именно вера, еще родные и близкие люди поставили его на ноги За годы своего духовного пути отец Анатолий не просто шел к Богу, но и оставлял за собой видимые плоды своего труда Силами настоятеля, его прихожан и небезразличных людей было построено подворье преподобного Антони Сииского в Санкт-Петербурге Возродил батюшка и уничтоженный в советские годы храм святителя Василия Великого в Осиновой роще Вместе со своими прихожанами настоятель перестроил церковь из трансформаторной будки Строительство храма ведется и по сей день, но в нем уже проходят литургии и возрождаются православные традиции А любимый батюшка собирает вокруг себя все больше людей В свободное время от дел насущных отец Анатолий продолжает сочинять светлые, добрые песни, проникнутые христианским духом Есть среди них и песни, посвященные природе и близким людям Только помню в детстве где-то, в деревенской тишине, голос мамы, солнце, лето, занавески на окне Я ощущаю Бога как творца, и я хочу быть творцом, и Он от нас, Господь требует, чтобы мы были творцом И мы своими творениями должны славить этот мир Мы должны его открывать, и людей открывать в нем С радостью просыпаться и благодарить Господа за каждый день И тоже творить с Божьей помощью Такая моя задача, искать подобных мне людей, которые точно так же живут Это живая струя, живой воздух, живая вода Этой живой воды можно испить, посмотрев передачу отца Анатолия «Лаврские встречи» на телеканале «Союз» В рамках этой телепрограммы в гости к Ирею приходят различные музыканты Со своими собеседниками священник говорит по душам, делится творческими планами, новыми песнями Неотъемлемой частью доверительной атмосферы беседы является музыка Светлана Копылова, группа «Атриум», Александр Белов, солист группы «Парк Горького» и многие другие Все это гости лаврских встреч Именно на этой передаче отец Анатолий познакомился со своими духовными чадами Авторами и исполнителями Полиной и Александром Андреевыми Которые вместе с ним не так давно выступили на нашей сцене Травы в розах вонлые, люстры слез над водою Это все Россия, родина моя Выползывает, ну это маленький такой уголок рая, потому что, тем более, это родина батюшки Нам здесь очень понравилось У нас такое ощущение, что мы приехали к себе на родину Да, да, вот есть такое ощущение Сам отец Анатолий признается, что поездка на родину всегда радостно волнует душу А выступление перед своими земляками – трепетное и значимое событие Завершая свой концерт, он пообещал, что такие встречи непременно повторятся вновь Я вернулся сейчас домой, для меня это очень важно Я вернулся не один, я не люблю все-таки что-то для себя делать И я очень рад был подарить то, чем занимаюсь Я почувствовал, что я созрел для возвращения внутренней Что я могу уже что-то показать и сказать Для меня это очень важно Екатерина Клепикова, Артем Данилов, Озерная инкомсеть